Их называют санитарами Байкала. Вячеслав и Сергей ежедневно курсируют по побережью от Заречного до Выдрина. А это больше 200 километров. В пик сезона работали не разгибая спин. Рекорд в Инхалуке. За день туристы оставили отходов больше 100 кубометров. Добавляют работы не только отдыхающие. Открывали мешки и розетки. Отдыхающие такой мусор с собой не привезут. Это уже точно турбаза. Летом не самые чистоплотные отдыхающие выбрасывали свои отходы прямо в кусты. И сейчас, когда они поредели, работа коммунальщиков сконцентрирована именно там, в зарослях. Вячеслав, какой мусор сложнее всего собирать? Это разложившиеся, где уже черви поползли. Все воняет. Бутылки в кустах сложно вытаскивать. Отдыхающие где сидят, там и бросают. Места отдыха в этом году доверили убирать не местным властям, а профессионалам. За побережьями озер Байкал, Гусиное и Щучье следят четыре коммунальные компании. За два месяца они убрали больше мусора, чем за весь прошлогодний сезон. Такой хороший результат и отсутствие жалоб со стороны и контрольных надзорных органов, и местных жителей. Поэтому такую практику решено продолжить и в следующем году. Санитаров побережья по контракту обязывают проводить и экологические акции. Как минимум пять в каждом районе. В этот раз на Байкал высадился десант из работников министерств и ведомств. Скажите только честно, вас заставили сюда приехать? Нет, я сама проявила инициативу. Почему? Во-первых, это отличная возможность отдохнуть от работы. Во-вторых, это отличная возможность помочь экологии Байкала. Мусор в районах становится буквально золотым. Отходы приходится увозить на единственный полигон в Ахместрово. Ахместрово, к примеру, от Выдрина, это около 300 километров. Коммунальщикам компенсируют только расходы на вывоз. Денег как бы не хватает. Это однозначно. Поэтому мы вторсырье, после продажи вторсырья, как бы дополнительно еще свои затраты компенсируем. В этом году сумму компенсации увеличили вдвое. На следующий заложили те же 7 миллионов рублей. Очищать побережье озер они будут до ноября. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Продолжение следует...